Случилось чудо, когда вся церковь молилась ночью, церкви сами спали с апостолом. Вот сколько может сделать ночная молитва, я вчера говорил об этом и створении святителя Анна Затаусова, насколько полезна не только молитва, но ночная молитва особенно, когда ничто тебя не отвлекает, все успокоились, нет того дневного шума, суеты той нет, встать, преклонить колено и совершить молитву. Мы часто не замечаем тех чудес, которые с нами делает Господь. Самое большое чудо то, что мы из этого мира, скажем, вышли через купель крещения, мы соединились и стали членами церкви Христовой. А ведь сколько людей вокруг нас, которые не знают Христа, не знают веры, а просто живут и все. Ну что, говорит, прошла жизнь, а там закопают, говорит, как-то и все. На этом все и кончилось. Над нами это чудо совершилось. Мы всегда должны благодарить за это Господа, что Господь избрал нас из многих тысяч, чтобы мы сделали все его чадами. Мы как должны хранить это звание, которого нет выше на свете, на всей земле. Это звание христианин. Нет выше этого звания. Многие говорят, там, Генералиссимус, Марша, это все ничто. Они эти звания кончаются с этой земной жизнью. А христианин, ты в вечности идешь ко своему царю, ко Христу. Мы не замечаем тех чудес, память которого мы сегодня и отмечаем. 21 год назад мы в связи с поезда совершили молитву под березой, где местом всегда останавливались и молились. И просили благословения, Господи, если угодно воле Твоей, то Ты помоги нам сделать то, что мы задумали своим человеческим умом. Если Тебе не угодно, Господи, то поставь непреодолимое препятствие. Препятствия были, но и всех преодолевали. И видим, прошел 21 год. И то, что было 20 лет назад, и сегодня те, кто были, видят, как это все изменилось. Да, мы трудимся. Но дело это все, Господь дает нам силы, дает здравие в свое время. Я сейчас, когда залезу на храм, на крышу, посмотрю вокруг своего дома, обойду и я ужасаюсь просто. Как можно было это все руками этими делать? Но Господь давал силы, давал тогда разумение. Добрых людей Господь посылал нам. В первое время нас помоществовали другие общины из Тюмени. Отец Михаил Десанты нам посылал с солью, с мукой, с крупой. Ничего же нигде не купить было. В то время это была для нас очень существенная помощь. И люди совсем не верующие, которых мы даже и не просили, оказывали помощь. И мы верим, что это Господь совершал эти чудеса, что подвигал этих людей оказать нам помощь. Совсем люди, которые абсолютно не верующие. Вот он даже разговаривает с собой с матом. Да, хорошо, я помогу вам. Понимаете, что Господь касался сердец этих людей. И это все чудо было. И по сегодняшнее время, братья, мы должны быть всегда благодарны Богу. И молиться за тех добродетелей, которые в свое время нам оказывали эту милость. Господи, воздашь им от Твоих богатых щедрот и человеколюбия. Главное, чтобы, Господи, они познали Тебя, чтобы они лишились вечной жизни, чтобы стояли они, может быть, и вместе с нами здесь. Здесь никогда не было храма. Люди имели веру. Но разные были ведь у нас. И старообрядцы, и беспоповцы, и так называемые мирские, это православные так звали, мирские. А на самом-то деле они и были все мирские люди, потому что ничего не знали. Знали яйца покрасить, куличи, брашку хорошую варить, которую сегодня не варят. Все знали это хорошо. И вместе все гуляли. И старообрядцы, и православные умирали кладбища отдельно уже. Это не дай Бог на одном кладбище всех было. Это такая вера была. И вот на этом месте, в этом здании, где мы сидели, здесь было капище. Скажем, клуб колхозный был. Да это разве не чудо, что из него в свое время храм превращали в капище. А в это время Господь совершил чудо, что из капища храм превратился, где приносится бескровная жертва, совершается таинство, молитвы возносятся. За все это мы сегодня и благодарим Господа. Я вас всех благодарю за то, что вы поддерживаете меня в таких трудах. Сами трудитесь. Братья, моих собратьев благодарю, что разделили сегодня наше молитвенное общение, нам оказали. Хотя мы готовились к большему. Было все договорено, что епископ Максим будет с братьями. Но по некоторым причинам отказались, не поехали. Но все-таки наш мамонтовский батюшка, отец Виталий, нас, значит, я-то последний взял, думаю, будет, но нет, никого нет. Все думаю. Ну и раз, вот оно чудо, появляется в алтаре батюшка. Слава Богу! Всем вам, отцы, да воздаст Господь за ваше к нам расположение и любовь своей милостью и подаст вам свою обильную, благодатную помощь в ваших пастырских трудах. Сидите. И я попрошу всех вас пропоем много лет добродетелям нашим, тем, кто оказывал нам помощь в это время. Всем, кто стоял у основания, потеряя, кто нам помогал и делом, и материально, и молитвой, всем пропоемо много лета! 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!